Дело в том, что то, что происходит сегодня, это некоторая аналогия того, что происходило до этого. То есть цикл. Цикл начинается, заканчивается. Начинается, заканчивается. Была не одна программа, которую я, допустим, рассказывал о том, что мы находимся в определенном цикле переходного периода от одной эпохи к другой эпохе. Между этими двумя эпохами находится определенный промежуток времени, который имеет свое название. Или, чтобы было понятно, удаление нежелательного населения с точки зрения высшего разума, планеты Земля, которая мешает переходу к другой эпохе благоденствия, где мы будем жить намного дольше, где мы будем иметь совсем другие качества, где мы будем друг другом общаться по-другому. Эти качества будут, вот те самые ситки, не надо себя так прыгать и летать, мы и так получим эти возможности, люди будут раздаться совсем другие и так далее, и так далее. Это переходный период. И в этом переходном периоде будет уходить население, нежелательное население с точки зрения высшего разума. Оно мешает развитию. Вот только и всего. Это неизбежный процесс. И такие это уже было. Но об этом мы, естественно, не помним, поскольку мы тогда не жили. Поэтому нам больно сегодня. И нас же не волнует больно ли другим людям, нас же волнует больно нам. А то, что у них там, это до лампочки. А некоторые даже злорадствуют. А это не у нас, это у них. Ну и пускай там будет им плохо. Плохо будет всем, если мы будем думать. Понимаете, понимаете? Поэтому в этом переходном периоде существует три варианта развития событий, неблагоприятных вариантов развития событий. Первый вариант – это войны. Второй вариант – это катаклизмы. Третий вариант – это полезные. Ну, уже отмечалось, и мы беседовали с Галиной, из трёх вариантов. Она, допустим, увидела о том, что самый сложный вариант, вариант ухода – это болезнь. Логично. Значит, вот в этом видео, которое предоставил один молодой человек, не знаю, насколько это фейк, потому что кто-то написал фейк, я его, так сказать, положил для обсуждения. Но меня это вопрос вообще лично, меня совершенно никак не волнует, потому что это порядок вещей, который говорит вот о чём. Это не то, что какие-то, понимаете, конспиративные теории. Это правда, мы просто этого не знаем. Но ход, ещё раз, истории говорит о том, что это случится. То есть это нежелательное население должно уйти. Хотим мы или не хотим. Как узнать, мы ли это, под какой статус мы подходим? Именно этого нежелательного населения или нет? Ну, кто-то уже гибнет, правильно? Сегодня, верно? И много. Ну, так вы считаете, это коллизия, это несчастье? Нет. Не бывает без вины виноватых. Уж простите, да, но не бывает. Как бы этого ни было. Да? Ещё раз. Два лагеря. Один лагерь преступников. Не сегодня, в прошлом. Преступников. Кто такие преступники? Это в нашем понимании, которые совершили противоправные действия. А подумать, вот, мне, допустим, сейчас, я хочу соблазнить вот эту вот жену моего друга, брата, прораба, не знаю, неважно кого. Это противоправное действие. Правда или нет? Да. Ну, и с точки зрения её тоже. Я хочу его увезти из семьи. Есть такие. И сегодня есть люди, которые действительно умеют это делать. Знаете, морковь, посмотрите, вот, пример тоже самое. Вот. Думаете, это что, такого не бывает? Бывает, послушайте. Всё бывает. Короче говоря, люди совершили противоправные действия, нарушили закон. Западники. Их надо соблюдать. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, и так далее, и так далее. Вот. Мысли материальные. Все знают. Все знают. Так даже если мы подумали об этом, вы думаете, этого никто не знает? Но ваши близкие не знают. Конечно. Об этом знаете только вы. Ну, сверху видно всё. Если вы подумали о каком-то человеке плохо, вы мгновенно передали энергию, плохую энергию своим детям. Мгновенно. Проверяйте. Кто хочет проверять, пускай проверяет. Это закон. Это закон. Почему на нас нападают, почему нас бомбят, почему нас убивают? А если мы совершили противоправные действия в прошлом, мы это знаем? Нет, не знаем. Хотим знать? Не хотим знать. Нам намного проще сказать на них, на него о том, что это, ну и дальше намного эпитетов следует. Намного проще. Мы-то чистенькие, мы-то такие пушистенькие, правильно? А как узнать? Так идите на консультацию, узнавайте. Есть кармические, слушайте, я три года бананы себе в уши вставляю в виде наушников, понимаете? Три года ночью. Ну что-то проходит, что-то, конечно, не проходит всё-таки. Но я слушаю лекции. Неимоверное количество примеров такого плана. Неимоверное количество. Даже не мог себе представить, сколько. Конкретно. С конкретными объяснениями. Кто-то читал Моуди, допустим, да? Долорес Кеннон, допустим, да? Есть у нас институты различные, правильно? Жизнь после смерти, жизнь после жизни и так далее. Куча книг написаны. Но там же конкретные вещи. Говорится. То есть люди, людей, ну, скажем, как называется там, это гипнотерапия, рецессивный гипноз, да? Ирегрессивный, простите. Регрессивный гипноз. Вводится в определённое состояние, да? И начинает с ним беседовать вот из прошлого, да? И в прошлом он творил такие вещи, и он же этого не знает. Так узнайте тогда в таком случае, что мы хотим помириться или как? Безвременно, безвременно или как? Или життно хотим? Ведь если мы не выполняем нашу программу, так расскажите, как вы, когда в таком случае будем выполнять её в следующий раз? В следующий раз мы рождаемся, да? Ну, в этот раз мы, нас, так сказать, мы умерли, да? Вот, безвременно, безвременно, да? Умерли. В следующий раз мы родились, правильно? Где-то, у мамы с папой. И кого они, простите, родили? Демоническое существо. А как по-другому? Ну, поставьте дизлайк, если не нравится. Ну, это логично? Логично. История была такая. Ещё раз. Я об этом рассказывал уже не раз, но очень коротко. И я об этом в предыдущей программе рассказывал. Кому охота посмотреть программу «Селенная Смирнова», пожалуйста, нет. Я могу повторить. Значит, «Звёздные войны». Джордж Лукас, да? Голливудский блокбастер, допустим. Мы знаем это. Эта ситуация была. Это была война миров. Война, вот, это были «Звёздные войны». Но там сражались совсем другие личности. Это не люди там сражались. Это всё, вот эти вот, это детский сад. Это вот рисуют мальчику войну, рисуют танки и катёши, десятого, всю листа длину, снаряды толстые как рожи. Жанна Вещевская. Так вот, это вот эта война, которая сейчас, это вот на бумажке там что-то порисуется. Тогда виды оружия были совсем другие. Что такое ядерная бомба? Это смех, барахмастра. Причём видов этих барахмастров было не один, а много. Это ядерная рожа. 5 тысяч лет назад это уже было, да? А до этого это ещё не то. Это было на земле, так сказать, в воздухе и под водой. Это было всё, эти сражения. Это не то, что подводная лодка там где-то там. Нет. Они летели в воздух, они там сражались, они опускались под землю, они там сражались. Это было всё по-другому. Но долго до этого была другая ситуация, где сражались на уровне не людей, к шатриям, а сражались на уровне полубогов, суры и асуры. И вот победили ссоры наши, как всегда, побеждают, как мы знаем. Их заткнули куда-то, далёкую какую-то, так скажем, галактику, да? И окружили определённым энергетическим щитом, откуда они не могли проникнуть никуда. То есть, они отвели определённое место и живите там, варите в своём собственном соку, короче говоря. Но они просочились, поскольку не обладали могуществом, они просочились и попали на землю. Вот, прародители всех наших сегодняшних, тех самых президентов и так далее, руководителей, это те самые демонические существа, поскольку они внедрились в тела беременных цариц, ведических цариц, да? И у них стали раздаться демоны. То, что сегодня у нас происходит на земле, то, что мы, скажем, раздаемся в следующий раз, не выполнив нашу задачу, наоборот, ещё зачем-то заканчивая жизнь самоубийством и так далее. Это же очень серьёзная вещь, серьёзное прегрешение. И вот, когда мы туда попадаем, в новое наше тело, да, мы причиняем огромное количество неудобств самим себе и своим близким, родителям. А что вы так говорите? Да? А вы думаете, почему причагивается демоническое существо к родителям? Но если всё здорово и замечательно, да, ну, тогда, казалось бы, должны притягиваться только хорошие люди, хорошие дети. Речь идёт о том, что мы двигаемся в то направление, переходное, к ускоряющимся, всё ускоряющимся жизненным процессам. И вот это будет очень интересно. Технологии, да? Это глобальный переход на совсем другие энергии, на совсем другое наше существование, да? И это, с одной стороны, даже неплохо. Всё равно это ход истории, мы ничего тут не можем делать. И поэтому не надо ни на кого пенять, ни на кого не надо налагать ответственность. Вот они такие хотят это сделать. Нет, это просто ход истории, где каждая сторона выполняет свою функцию. А кто-то есть наверху, который, будем условно говоря, кукловод, который дёргает за ниточки людей и который, соответственно, выполняет волю. Поэтому, скажем, там речь идёт о чём? О том, что вот человек, который мне отправил это видео, я выпустил на скорости полтора, но всё равно слышно и видно, где он объясняет. Очень хорошее и очень правильное объяснение, да? И речь идёт о том клейме, да? Которое ставит... И интересно, что есть код 3 шестёрки. Вот это код зверя, который в Библии написан, и есть человек. То есть здесь нет ничего странного. Это опять же не кто-то. Человек сам из себя представляет. Почитаем Библию, там это всё написано и расписано. Вопрос заключается в том, что это две стороны всё-таки. Миртуальный, соответственно, у нас есть и демоны, у нас есть и ангелы, правильно? Поэтому, смотря на какую сторону мы станем, там, тем мы и окажемся. В том лагере мы и окажемся, правильно? Поэтому, с одной стороны, это верно. О том, что когда нам дают какую-то прививку, чего-то вдруг... Вот для меня как-то странно. Я, конечно, могу объяснить, да? Но я чисто логически, чисто абстрактно рассуждаю. В один момент вся земля получила приказ одеть вот эти самые средства защиты якобы. И все одели. Опять же, все до единого, все хором причём одновременно. Все получили приказ прийти на призывной пункт, скажем, и получить свою долю прививки. Как-то несколько странновато, абстрактно, да, рассуждая. Спасение. Это ни кое не спасение, да. Всё равно люди болеют. Хуже, лучше не переносит. Ерунда. Я находился не один раз в центре, можно сказать, всего этого. И как-то себя чувствую нормально. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что кому положено, тот заболеет. Кому не положено, тот не заболеет. Как узнать? Давайте будем брать, консультироваться с людьми, которые знают и которые могут вам дать возможность и не заболеть, к примеру, да. Но если уж мы предприняли и пошли на этот шаг, то мы, вполне вероятно, получили какую-то антенну. Действительно, как говорит этот человек, который анализирует. И мы из себя представляем антенну, да, антенну, через которую нужно нас просто элементарно просканировать. Вот и всё. Кто скажет, что это не так? Никто. Но никто не скажет. А вдруг там какие-то в этом находятся, там, не знаю, мы помечены все изотопами. Я приведу интересный пример, который давно не приводил, да, пример. Госпиталь, духовный госпиталь в Бразилии. Джона Бога, да, которого сейчас уже нет. Но, тем не менее, это было. И вот там есть такой элемент. И всем прописывается, так сказать, пить пассифлору, это называется. Пассифлора. Пассифлора – это какие-то определенные капсулки, да, которые, ну, практически все. То есть мы их покупаем там в этой аптеке. Значит, у них там аптека, там, очередь стоит. Мы покупаем вот эту пассифлору и пьем эти самые капсулки. Ну, там есть определенные ограничения. При приеме этих капсулок в течение, там, скажем, этого периода времени надо воздерживаться, допустим, от секса, надо воздерживаться от эспертинопиктов, скажем, там, мясных, там, изделий и так далее. Ну, я не помню там всех деталей, но где-то так. Почему? А потому что это то, что вредит нашей жизни, будем так говорить. Да, вот, несмотря на всякие там объяснения, там, ученых, там, идеологов, сексологов, да, полезно, ну, и так далее. Ну, еще раз, это только сегодняшнее объяснение. А как на самом деле, если захотим, узнаем. Вот, так вот эти изотопы, условно говоря, содержащиеся в эти пассифлоры, а это растение определенное, которое ни добавки, ничего. Они помечают нас энергией, вот как это определить, как это подумать? Вообще никак, да, то есть это не материальная какая-то вещь. То есть духи, духи, духи какие? Духи бывают злые, демоны, и духи бывают ангелы. Это не те духи, не привидения, это ангелы, да. И вот ангелы, а там огромное количество, допустим, ангелов, на каждый квадратный, там, миллиметр, вот, и этих ангелов, они видны, многие их видели и так далее, и так далее. Это орбы, да, орбс, так называются, вот эти вот светящиеся сгустки энергии, которые не видны глазом человеческим, но видны через камеры, да, допустим. Огромное количество вот этих снимков, где-то там есть какой-то из карточек, я не помню, которые я снимал, да, и многих других. Так вот, это энергии ангелов, которые в определенной форме. И ангелы, естественно, они знают, что с нами происходит. Когда мы пьем пассифлору, эти таблетки, мы получаем заряд позитивной и положительной энергии от ангелов, о том, что они хотят нам помогать. Они нам дают возможность помогать. И как только мы переключимся на энергию позитива и благоразумие, слово разум, да, то они вступают с нами в своем действии и нам помогают. Для этого нам надо выполнить определенное предписание. Я сейчас говорю про тот центр, да, про этот духовный госпиталь. То есть там есть операции, да, я говорил, были операции, да. И эти операции, они, собственно говоря, имели эффект исключительного не просто оздоровления, а просто исцеления. Да. Но это было только для тех людей, которые следовали предписания. То есть кто ангелы, да, кто такие ангелы, вот. Если мы с ними не умеем общаться и не хотим соответствовать или просить их помощи, они нам помогать не будут. Ну, я взял попытку, да, я говорю человеку, давай я тебе помогу, да, давай я с тобой поговорю, сделаю тебе, мне не надо денег за это, консультацию, да, но я хочу, чтобы ты каким-то... Для чего я это делаю? Просто так, для любопытства твоего? Нет. Это ты должен захотеть и попросить. Да, я тебе буду помогать. Если никто нас не просит, зачем мы даем советы? Это неправильно, это неблагоприятно для нас самих, хотя мы, так сказать, советуем, да, мы все любим советы. В стране советов других людей никогда не было. Это все советчики. Хотя были антисоветчики. Вот, тоже слово совет. Короче говоря, мы должны соответствовать ангелам, просить их, да, но выполнять. Они нам будут помогать только в этом варианте. То есть нет такого, идей больше не греши. Он пошел, опять же грешил, потом грешил. Ну, хорошо, я тебя прощаю еще раз. Идей больше не греши. Ну и так далее. Ну, что это такое, да? Это же так не будет работать. Понимаете? То есть ангелы, они-то видят эти вещи? Это мы, может быть, не видим, да? Они видят абсолютно все то, что мы делаем, как мы меняемся. Если мы меняемся, они, да, нам будут помогать. Но их тоже надо попросить. Иначе в том анекдоте. Я тебе три раза посылал лодку, а ты, понимаешь, сидишь на крыше и ждешь, когда тебе придет этот самый бог и даст тебе там руку помощи. Ну, вот таким образом мы это делаем. Дорогие друзья, еще раз. Спасение утопающих, делаю рук самих утопающих. Я сто процентов могу сказать, что у меня есть очень много информации. Информация была очень интересная по поводу... Это тема другой программы, но я, так сказать, намекну. Вот, человек сказал, написал в Сент-Гейтс, ангур-браунд, вот, Майкл, вы поставили программу и карта мира. На этой карте мира Россия красного цвета. Вот, сюда была, да. А у вас почему-то он оранжевый цвет. Не оранжевый даже был, а желтый цвет, да. Вот. Вы знаете, интересная вещь, кто не замечал этого. Я приведу пример. Макдональдс, да. Макдональдс. Франчайз. Макдональдс. Все знают, что такое Макдональдс. Ресторан, быстрое питание и так далее. Вы знаете, посмотрите картинки. Он всегда был красного цвета. Он всегда был красного цвета. Все эмблемы были красного цвета. Вдруг, в какой-то момент, он стал желтого цвета. Мгновенно, везде, все. И нигде нету никаких объяснений. А что-то вдруг он поменял цвет. Макдональдс. Посмотрите, всегда был красным. Это тема программы. Поэтому я сейчас не буду. Я коротко могу сказать. Что происходит сегодня на территории, где проживало медическое общество? Не было разделения. Мы завтра поговорим с Игорем Карра, продолжение программы, где один человек начал объяснять, как оно должно быть. Что-то не то объяснение, как дает Игорь Карра, допустим. А вот объяснение такое. Начал приводить пример, как один убивает. У него был Кайн Авель, как и так далее, начал приводить примеры. Мы об этом завтра поговорим. У меня есть объяснение совершенно, ну, с моей точки зрения, понятное. Это же не мое объяснение, но это объяснение чисто, так сказать, и логическое, и совершенно объективное. Просто надо уйти с позиции моего понимания, как я-то понимаю. Это не я понимаю, как это описывается. Иными словами, значит, на той территории, где было, проживало ведическое общество, эта территория была красного цвета. И сейчас его нету, заметьте. Если вы посмотрите на карту, это же не я разукрашиваю страны, правильно? Это же страны, которые мы можем картиночки взять с интернета, правильно? А вопрос, почему? Это риторический вопрос. Я в программе буду говорить, но сейчас еще раз, очень коротко. А потому что это знак террора, с одной стороны, да. С другой стороны, что это знак обозначает? И почему красный цвет? А что такое красный цвет тогда в таком случае? Скажите. Что есть красный цвет? Кто-нибудь это делает? У каждого человека в данный момент времени есть свое понимание. Откуда я знаю? А вдруг он себя плохо почувствовал? А вдруг у него просто там помутнение бывает? Ну, все люди, мы же люди, мы делаем ошибки. Мы все делаем. Да иди на вам. Вопрос заключается в том, что почему мы их делаем, эти ошибки? Мы их делаем не случайно. Что-то этому предшествовало. Поэтому просто необходимо знать, кто мы есть, какая наша программа. Мы кто? Воины? Мы должны идти и бороться за независимость или как? Расскажите. Как вы не понимаете, что убийство, убийство, оно ничем не оправдано. Мы будем нести ответственность, даже если мы выполняем приказ. Но есть люди, которые обречены. Я сейчас приведу еще другой пример, а потом вернемся к этому. Цвет войны. Цвет силы. Во время этой битвы на поле Курокшетра сражались люди, в которых погибло 600 миллионов человек. Но люди выполняли свои обязанности. Вот в чем дело. Обязанности воинам. Приходит человек в 60 лет. На призывной пункт говорит, запишите, я хочу идти на фронт. Но когда все работают во время Отечественной войны, это я еще могу понять. Да? Защита. Отечество. Вы никогда не занимались. Вы не воины. Это то, что происходит сегодня. Во время той битвы, во время той войны, 5000 лет назад. Что же было после того, как заканчивалось сражение? Оно заканчивалось с первыми... Вот солнце село, а все знали, солнце село. Все. Отбой. Ночью никто не стрелял никогда. Это невежество наше, когда мы это делаем. Это нельзя было делать. И что было после этого? Люди шли, мылись, переодевались, шли пировать. Они шли друг к другу в гости. Враги, которые убивали друг друга. Они что, больные были или как? Поверьте, тогда люди были очень и очень осознанные. Почему тогда это происходило? Это называется разум. Каждый выполняет свою функцию. Мы сегодня свою функцию выполняем. Мы категорически делаем все, чтобы не выполнить. Давайте вернемся тогда к ответам. Так. По-моему, хороший, яркий, сильный, красный цвет. Добряще, энергичный. Но если кассу, можно уставать. Кровь красная. Кстати, красный цвет. На черном. Ну, черный – это знак Сатурна. Сегодня суббота, поэтому я нашел. Смотрите, совсем не то, но это очень коротко, поскольку будет программа отдельная. Вы забыли о том, что есть спектр лучей. Белый цвет раскладывается на какие лучи. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вы, когда пишете это, вы рассуждаете с точки зрения не разума, простите, а ума. Понимаете? То есть надо, прежде чем надо подумать. Это же все и так понятно. Я же уже сказал, да. И человек, который задал вопрос, он сказал, да. Это же в его понимании это террор. С одной стороны, так мы и привыкли думать. А какой тогда цвет первой чакры, простите, из семи цветов? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Правильно? Правильно? Моладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Аджна, Вишутха, Сахасрара. Правильно? Правильно. Какой цвет первой чакры? Красный. Что такое красный цвет? Земля. Что такое земля? Корень. Это очис. Что такое очис? Это энергия, благодаря которой мы живем. Это наш род. Откуда мы получаем? Вы знаете об этом, что я живу? Вряд ли. Так почему мы не хотим узнавать? Почему мы не хотим идти учиться? Ну, у меня другая функция, допустим. Я об этом говорю, мне не надо каких-то курсов. Я и так могу это говорить. Я не мотивирован. Но есть люди, которые, каждый полный, есть функция. Есть функция преподавателя, есть функция ученика. Если мы хотим узнать ученики, если мы хотим узнать, мы должны что-то делать для этого. Мы должны что-то давать. Тогда мы узнаем. А мы только хотим получать. Мы работаем на какой чакре? Младхара. Она важная? Да. Но для чего? Для перехода на вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. А дальше общение с разумом вселенским. Мы это что, понимаем? Хотим понимать? Нет. Не хотим понимать. Почему тогда это не делаем? Я читаю вот эти ролики. Замечательно. Там есть какие-то люди, которые донаты, 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 только смотрят. Мода такая пошла. А донаты? Почему надо выпрашивать донатов? Я никак не могу понять. Почему надо? Донейшн – это наше истинное «я». Донейшн. Мы хотим «благодарить». Там есть слог «ра», «благо дай», «берить». Там есть «ра», понимаете? Нет понятия «благо дай», вообще-то, если так по большому счету. Русский язык. Мы говорим о России и Украине, которая была в одном регионе. И цвет был один и тот же сегодня. Но вопрос теперь заключается в другом. Не на какой мы стороне и почему это происходит, а потому что идет разрушение каких-то старых вещей и переход на новую систему. Мы это знаем? Нет. Мы хотим спастись? Нет, не хотим. Это не спасение, это будет продолжение войны. Потому что мы вот только так реагируем на это дело. Только так. И призывы, они сверху будут увидены, призывы к чему-то, да? Я не буду сейчас говорить, к чему, естественно. Но сверху они видны сразу сходу. Мы себе такую карму наделываем. Это переходный период. Вот и все. То есть, кто хочет, тот будет жить. Кто захочет, тот будет жить. Серьезно? Кто не захочет, не надо. Значит, ему не надо, не положено. Поэтому Кришну сказал, что они все мертвы. Твоя задача сегодня сделать, но они уже мертвы. Их нет уже. Все. Это им урок. По-другому они не хотят понимать. Это просто восстановление. Это оружие восстановления справедливости. Не более того. Нет. Даже если там находятся свои кровные дядя, братья, дети, внуки и так далее. Это не имеет никакого значения. Мы должны же эти вещи понимать. Понимая главное, мы можем переходить на частное. Главное. Понимаете? Не надо делиться. Не надо уходить. У нас есть люди, которые решают облагодетельствовать мир и идти своим путем. Зачем идти своим путем? Ты делай просто. Какая же ты делаешь? У себя на канале? Или здесь на канале? Какое это имеет значение? Ты просто бери и делай. И не имей никаких притязаний на то, что я за это получу. Сколько меня услышат. Сколько меня похлопает в ладоши. Сколько я получу лайков, дизлайков или денег, которые мне за это... Истинное наше желание помогать и отдавать. И чем больше мы будем давать, тем больше мы будем получать. Если мы хотим получать, давать надо. Но только и всего. И идти, и учиться, и учиться, и учиться, как замещал тот самый друг наш, родившийся 22 числа. На этом, дорогие друзья, я благодарю всех за внимание. Всего доброго. До новых встреч.